Здесь сейчас такой режим, ну просто расслабление, посидеть, понежиться немножко. Печка разогрета, а облицовка просто теплая. Это просто космос. Обалденно. То есть не было никаких жестких излучений, как в некоторых печках. Всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. Очередное видео с баней Феста. Здесь бань очень много. Зашли в одну из бань с достаточно интересной печкой и с достаточно интересной вентиляцией. Ну вентиляция там, вентиляция басту сделана, но ребята постарались, сделали ее еще и с увеличенным диаметром. В общем сейчас зайдем в баню, попробуем пар с этой печи и послушаем, что о ней говорят люди. Погнали смотреть. Здесь сейчас такой режим, ну просто расслабление. Посидеть, понежиться, немножко погреться, особенно на улице с такой погодой. Погреться вообще всем охота. Все заходят, греются. Если нам нужно поддать и попариться маленько. Во-первых, мы можем полить на каменку. Здесь по весу, у многих пока я здесь заходил в баню, вопрос был, сколько весит эта печка. Смотрите, сама печка весит 100 килограмм, по-моему 110, облицовка 220, камней сюда загружено 100 килограмм. И вот этот вот элемент на трубе еще по-моему 18 килограмм. Так что вот сами сплюсуйте, посмотрите. Сейчас, а и облицовка, печка уже топится 3 часа. И смотрите, я на облицовку, вот руку ложу, а горячо убрал. Печка разогрета, а облицовка просто теплая. Облицовка здесь термоизолирована, чтобы она сильно не нагревалась. И чтобы вот дети, когда здесь в бане ходят, не могли обжечься об облицовку. Нам не нужно, чтобы она была сильно горячая. Если нам нужно попариться, поддать, берем ковшичек воды. Опа, и вылили на каменку. И вот этой вот длинной ручкой очень легко закрыть. Все, закрыли. Я обычно, как здесь делал, я вчера в этой бане уже парился. Беру, вкатываю 2-3 ковшика в каменку. Вон, камень аж стрелять начинает. И потом, чтобы она поддерживала, потому что двери постоянно открывают, я беру еще 2 ковшика, наливаю вот в эту вот вороночку. И начинает работать парогенератор. Ох, и здесь прям так... Пригрело. Как вам, пацаны? Почувствуй макушками. Да. Все, получился. Вот такой вот здесь паровой пирог. И можно уже нормально попарить. Я, наверное, даже для детей немножко переборщил. Можно помягче сделать. Ну и вот здесь вот печка, кстати, до 22 кубов. Парное помещение здесь около 16 кубов. Вот сейчас вот папа специально пришел с сыном, его другом попарить их с братом. Пускай ребята попарятся, не будем их отвлекать. Пойдем на улицу, на улице еще поснимать. Это было супер. Это было просто фантастика. Я вообще на самом деле парилась, наверное, первый раз в жизни. А профессиональный парилщик меня парил точно первый раз. И здесь мы еще кроме этого обошли бани. Я думаю, что это лучшее. Вот здесь есть других бани есть. Ну, как бы это, я говорю, что есть, да. Лучшая баня, лучший пар, лучший парильщик. Все супер. Дышалось легко. Даже в конце, когда было магнитание, я думала, я не выживу. Нет, на самом деле ресурсы, человечки, безграничные. И там еще больше кайфа было. Еще раз подтверждает о том, что людям в бане становится плохо не от жары, а от переизбытка влажности и недостатка кислорода. Зачем мы здесь очень хорошо прорабатываем. Да, да. Хочется, что-то спасибо. Спасибо. С легким паром вас, Людмила. Я, естественно, сделал в своем эксперименте, сделал акцент на жонглирование между подачами пары на перегреватель и подачей пары на основную каменку. Значит, ну, в принципе, моя гипотеза, ну, то, что производитель предусматривал, верно, то, что основная каменка дает резкий, сильный, кусачий пар, который можно использовать, когда нам нужно быстро повысить температуру парения и для акцентов. А пар из перегревателя, он в основном мной был использован для мягких этапов парения, либо, например, когда человек упарим ноги, ноги поднимаются к потолку, и если мы подаем на основную каменку, то пар приходит слишком быстро и, концентрированный на ноги, человеку может стать слишком быстро жарко. Чтобы этот момент оттянуть, мы для поддержания фонового режима и легкого нарастания тепла подаем на дополнительную каменку, на перегреватель. Вот печка отличная. Инфракрасного излучения от нее неприятного я не чувствовал, я вообще не ощущал, что с какого стороны находится печка. То есть это признак хорошо экранированной печки. КОНЕЦ КОНЕЦ Вам понравилось? Очень понравилось. Интересно было? Интересно. Новая тусина. Да, да, релакс. О, молодой. Здорово. Сейчас я хочу. Это просто космос. Да? Ах, обалденно. Как вам пар? Пар хороший, жар был. И дышится очень-очень легко. Вообще, замечательная баня. С удовольствием. Внимательно. Спасибо, благодарю. Тут прям ты весь расслабился, и тем не менее, ну, как будто бодречку. Круто. Ну, я даже когда еще не топилась печка, да, я уже проникся к ней доверим, и мы нашли с ней общий язык. Самое главное в печке поймать именно тот момент, когда тебе комфортно именно с ней. Что-то ты ощущал свободу именно в этот момент. Находился с ней в таком интегрированном состоянии, некоторая, называется, синергия. Вот. И когда ты поддаешь, действительно, пар достаточно очень мягкий приходил. Была возможность, специально парообразователь подкидывал, да, оттуда приходил хороший пар, более такой, дополняющий. И с камней я одновременно оттуда и оттуда делал пар, да, и он понарастающий. Единственное, что здесь, единственный немножечко минус, но это не в печке, а это большая немножечко парная, хотя, может быть, она нормальная. Пар немножечко долго приходит. Ну, или печку надо немножечко растопить посильнее, да, сейчас она в очень мягком режиме, сейчас можно зайти, кто желает попробовать, именно почувствовать вот этот вот аромат, вот этот вот не обжигающий, не скукоживающий жар, именно от печи, а от всей парной. То есть не было никаких жестких излучений, как в некоторых печках бывает. Зайдешь, и со стороны печки идет такой жар какой-то, такой фон какой-то идет. Здесь я этого не почувствовал, и было очень достаточно комфортно, и хорошо мне, как парильщику. Ну что, ребят, видео посмотрели. Те, кого не было на банифесте, приезжайте обязательно на следующий. Бань здесь очень много, и все абсолютно разные. Попробовать можно и разные бани, и разные печи. Так что ставим палец вверх, на канал подписываемся. И приезжаем на следующий банифест.